Друзья мои, мы с девочками решили добавить в нашу йогу нейрографику, добавить также и бег. Вчера у нас была йога, я уже не снимаю ее вам, а сегодня мы собрались так спонтанно, решили заняться бегом. Так что, вот такая у нас интересная жизнь в Мерсине. Друзья мои, я впервые за сколько лет в Мерсине добежала до Марины, немножко успокоилась и вот снимаю вам. А девчонки, посмотрите, какие молодцы, добежали. Катя вообще не останавливалась, молодец. Вот такой вот у нас дружный коллектив, мы готовимся к лету здоровым. Посмотрите, не успокоится Катюша, не успокоится. Ой, как классно. Вот что-то, понимаешь, адаптация, адаптация произошла, чему я, ну, как бы рада. Я говорю, господи, есть друзья, пусть это, ну, хоть как-то, потому что было. Так непривычно. Всем привет. Змею я здесь, друзья мои, поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну, как у нас проходит праздник, над отношениями в семье нужно работать. До встречи. Доброе утро, мои дорогие. Вчера было такое солнце, а сегодня попрохладнее. Солнышко прячется, посмотрите, как прячется солнышко за тучками. Но я все равно вышла на набережную. Завтра мы идем на рандеву, продлевать мою временную прописку. В пятницу не получится йога. Мы возобновили вот вчера, во вторник возобновили наши занятия, так как в связи с событиями на Украине все переживали, девочки. И нам было не до этого как-то. Пару раз встретились, и погода была уже очень холодная. Одно к другому, и решили пока отложить. Но время идет. Мы все надеемся, что скоро этот узел закончится. Душа разрывается на части. Даже никогда бы не подумала, что наше современное время возможно такое, что люди не могут договориться без оружия. Страшно, друзья мои, страшно. Но мы, к сожалению, ничего не можем сделать, простые люди. Только будем надеяться на Всевышнего, на Вселенную, что все это закончится. Так что вот завтра в 10 часов у нас рандево с Ашкой-мам. И я расскажу вам обязательно, какие документы нужно на получение гражданства Турции вот сейчас. И сколько это обойдется. Ну, а я побежала. Физкульт-привет всем. Сегодня очень холодно, и мы будем бегать активно, да, Катюша? Ох, сразу. Девочки, приходите всегда, не пропускайте занятия. Ну что, друзья мои, надолго мне не хватило. Вчера я пробежала хорошую дистанцию, а сегодня мне стало трудно. Видно, это связано, я думаю, с тем, что я сейчас 3 дня я была на строгой диете. На какой строгой? Как вы видели, я вот приготовила чебуреки. Мой муж отказался, мне так было жалко их. И один, второй, потом через час третий, через час четвертый, пятый, шестой. И наела этих чебуреков, наверное. Сколько я съела? Шесть штук я съела. И я сказала, что на понедельник я сяду на разгрузочный день. Но мне так понравился этот разгрузочный день, что я решила его продлить. Если видно, у меня сил нету, я вот в эти дни вчера салат поела два раза, маленькими порциями. Так я, когда я смотрю, на цветочки смогу, и шанс понравится. Салатик поела вчера. Потом апельсинку, кофе, чай, чай, воду, воду. И так и прошел вечер. Вчера у меня была в гостях Наталья моя, которая приехала с Украины, из-под Харькова. Вся такая устроенная в депрессии, настоящее стрессовое состояние у женщин. Три часа как-то я пыталась ее привести в чувство, но чуть-чуть, пока, кажется, получилось. Остальное с болью и со слезами в глазах ушла Наталья. Наталья мой бизнес походил тоже. На платформе Гидоя с моей командой. Очень хороший человек, приехала сюда с мужем. Я вам показывала видео, что мы купили ей билеты на апрель, но куда возвращаться, куда возвращаться. Хотя она живет под Харьковом. У нее в деревне дом целый, все там, стрельбы такой нету, но слышны только грохот и взрывы. В деревне ее не пострадало, но люди от страха постоянно прячутся. Ее мама там осталась в подвалах. Ну и сами вы понимаете, как ей тяжело. И вот она вчера ушла. Мне так было плохо морально. Я ничем не могла заняться. Ничем абсолютно. Я как мертвая, как классно. Я не кушать не хотела ничего. И пошла. Она любила спать. А сегодня вот встала. У меня какое-то состояние было такое. Конечно, спать хочется. В 6.30 всегда хочется спать. Чем больше спишь, тем... Ресничка упала, друзья мои. Ресничка. Эти реснички падают, блин. Так как смотришь за ними, дышишь над ними, они все падают. Столько стоят, да. Не из дешевых удовольствий. И о чем бы я хотела с вами поговорить. А сегодня вот мы и собрались, решили с девочками. Но из нас всех только я и Катюша пришла. Катюша давно занимается. Она и помоложе меня. А мне было как-то сегодня трудно бежать. Может быть, то, что у меня рюкзак был на плече. Может быть, может быть. Но на килограмма два будет. Тут вода, литр только. Вот поэтому у меня была двойная нагрузка. Еще куртка эта. Хотя бы не заболеть. Прохладно так. 8 или 9 градусов сейчас. И я вот добежала там, наверное, километра два. Нет, круглый. Если три километра туда и обратно, ну, где-то я пробежала, может, полтора километра. Потом пешком пошла. И она вперед. И она решила сама побежать. Я сказала, беги, мне тяжело. Наверное, все-таки для меня уже в возрасте 10-10 шагов более актуальны. Можно так, один раз в неделю побегать. Но бегом я занималась, помню, в детстве. На лёгкую атлетику ходила. Помню, по-моему, к стадиону, сколько мы бегали. Также, мои дорогие, когда я жила в Грузии, я постоянно летний период бегала. Ну, а здесь в Турции лет шесть не бегала на такую дистанцию. По чуть-чуть бегала. Ну, и по три километра. И я сейчас вот села так, задумалась, думаю, о чём, что вам рассказать интересного. Сейчас вы подумаете, какую-то херну это Светлана лично несёт. Ну, нечего мне рассказать. Почему? Потому что то, что касается моей личной жизни, моей семьи, ну, немногим интересно. Хотя многие из вас, я так же далеко посмотрела, пишут, соскучились по вашим блогам. Другие предпочитают новости какие-то. Очень много блогеров появилось у нас в Турции, в Мерсине, где они информируют о последних новостях в Турции. Я некомпетентна в этой области. Вы знаете, что, когда женщина замужем, вот мне, например, всё, что творится вокруг, я мало обращаю на это внимание. В каком смысле? Почему? Потому что у меня муж, настоящий мужчина рядом. Я доверила всё ему. Все проблемы, которые касались раньше только меня. Я доверила ему. Поэтому никакие платы за коммунальные, сколько что стоит гражданство, сколько там от Турна, насколько я знаю, что он это всё сделает. Поэтому я расслаблена в состоянии. Я не владею, наверное, точной информацией такой. И мне это не нужно. У меня есть другие интересы. Есть чем заняться и не переживать за это. Кто-то, может, что-то спросит меня. Я могу ответить. Но информация каждый день в Турции меняется. Сегодня одно, завтра другое. И я не хочу транслировать новости в Турции. Вот погода сегодня солнечная. Завтра будет дождливая. Это я могу сказать, потому что я вот столкнулась с этим. А остальное как-то мне не хочется делать и рассказывать о новостях в Турции. Могу только сказать, что всё подорожало. Всё подорожало, друзья. Как всё будет, не знаю. У нас за январь или февраль месяц, февраль, кажется, около 1900 лет пришло. Девять лет за свет. У нас же газа нет. Кондиционер работает. И в этом месте так же будет. Пусть она никак не придёт к нам. Очень странно в это время. Я помню, три года назад я прилетала из Батуми. В десятых числах. Как раз в этих числах. Восемнадцатого. Тут такая теплота была. Просто я попала из ада в рай. Вот такие вот, друзья мои дорогие. Вот такие вот у нас новости. Завтра пойду на рандеву. Расскажу, что и как. И, кстати, Наталья пришла ещё. Попросила у нас помощи. Узнать и помочь ей. Как продлить её легальное пребывание на территории Турции. И мы завтра с Ашкилом пойдём. Узнаем информацию. Естественно, я вам расскажу. И поделюсь. Давно вам не показывала набережную. Красивую нашу набережную. Пустую, холодную. Я пошла сейчас туда. Прямо. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.